Холново-Шахтинского драматического театра уже не первый раз занимает эксклюзивные работы наших талантливых соотечественниц. Ольга Роева и Людмила Павловская с ограниченным зрением, но их творчеству границ нет. Эта идея еще возникла в прошлом году, когда выяснилось, что у нас есть такие люди, которые могут таким творчеством заниматься. И решили мы сделать эту выставку. В этом году мы ее повторяем и хотим, чтобы росли дальше, выходить на более высокий уровень. Конечно, в мечтах у нас выйти на область, устроить там побольше выставку, большее количество работ и, возможно, еще какие-нибудь таланты изыскать среди наших инвалидов. В этом году выставка пополнилась новыми работами с привлечением соавторов. Причем в картинах появилась другая техника выполнения и новые идеи. Эти работы получились, можно сказать, даже совместные. Есть там белая работа, она черно-белая, посерединке танец. Там сделано, там четыре автора. Для одной работы, ну, допустим, было так, что в середине географика один автор рисовал, другой автор сочинял стихи, на этой же работе написаны стихи контуром. Третий автор, получилось так, что писал ручкой своей контуром стихи, а моя, собственно, была идея, техника, вот это вот все мое было. И поэтому получилась такая интересная работа, в том числе и работа с розами. Тоже, можно сказать, появилась идея, после возникло туда поставить конвертик, можно так сказать, вложить его, и в этот конвертик написать стихи. Стихи тоже авторские, написаны специально для работы. Я думаю, в принципе, получилась неплохая работа. Всем нравится, мне нравится, что все в восторге от нее. Именно на нее по большей части обращают внимание. Помимо привычных материалов, используемых в работах, авторы поэкспериментировали, и результат впечатляет. Ну, изменения есть в работе то, что вот, ну, я начала работать со стеклярусом. Вот веточка сосны, это сделано со стекляруса. То я все время бисером работала, а это вот стеклярус. Конечно, творить без помощников было бы сложно и долго. Но, к счастью, у Ольги и Людмилы они есть. И это самые близкие и родные им люди. Да, в основном у меня дочка помогает. Еще у меня есть подруга, мы с ней по скайпу общаемся. Она тоже такой же инвалид, как и я. И тоже увлекается бессероплетением. Вот мне что-то, если непонятно, она мне может идею подсказать, может, ну, вот, помогает. Чтобы создать такую красоту, требуется невероятно много усилий и терпения. Как правило, творческий человек своими работами показывает свой внутренний мир, который у наших авторов красивый, разнообразный и уникальный. Хотим показать, в общем-то, то, что незрячие люди, они видят изнутри все. То есть, если человек обычный, он видит глазами, то незрячий он видит сердцем, душой. И не зря вот мы назвали нашу выставку «Мир на кончиках пальцев», потому что пальчики – это самое главное, самое главное чувство, да, является глазами наших инвалидов. Продолжение следует...